Пасха – это удивительный праздник, наполненный теплом и любовью. От него всегда веет хорошим настроением, радостью и, конечно же, приятным ароматом удивительной выпечки. Об этом знают взрослые, об этом знают и дети. Водушевленные, непосредственные, они все хотят узнать и попробовать. Причем не только съесть, но и приготовить. Именно такую возможность предложила своим юным коллегам талантливый кулинар, кондитер Анастасия Колупанович. У нас с вами кулинарный мастер-класс. Кто умеет готовить? Поднимите руки. А вы, мальчишки, не умеете? Будете учиться? Да? Мы сегодня с вами приготовим пасхального зайчика. Будет в виде булочек такой зайчик. Вы сможете повторить, потом перед Пасхой дома его приготовить и удивить своих родителей. Договорились? Все готовы? Хорошо, давайте. Под руководством талантливого наставника даже в хрупких детских ручках ловко раскатывалось тесто, готовилась начинка, выводилась форма. Несмотря на то, что желающих научиться готовить пасхальных зайчиков оказалось немало, каждый малыш получал рекомендации и наставления. Намазывайте красиво. Только очень аккуратно, чтобы вы тесто не порвали. Это будет у вас очень вкусная начинка для зайчиков. Аккуратненько, по кусочку бери. Все, вот там оставляй и еще бери. Наверное, свое особое настроение в этой кипящей работе дарило само предвкушение Пасхи. Праздник является символом единения и даже здесь, на кухне, он смог сплотить в одном творческом порыве мальчиков и девочек разного возраста. Они спрашивали друг у друга совет, делились впечатлениями и работали. Работали с таким азартом и воодушевлением, позавидовать которому могли даже увлеченные кондитерским делом взрослые. Вообще дети очень любят готовить, любые, даже те, которые не знают, любят ли они готовить. Все равно, когда начинается какой-то мастер-класс, они в творчество в это все превращаются. То есть декор какой-то делают, увлекаются и начинают готовить. Всегда интересно, когда ребенок что-то замешивает, раскатывает, выпекает, и потом у него получается готовая еда. Это не салаты из травинок, которые во дворе каждый ребенок готовил, или какие-то пластмассовые овощи в игровой комнате, а именно настоящие продукты, настоящая готовка. И тогда уже дети помогают родителям. Это очень классно, когда с семьей собираются. То есть это такая семейная традиция, когда дети вместе с родителями собираются, что-то готовят. И я больше всего хочу именно такую традицию возобновить в семье, потому что чаще всего дети не готовят с родителями. Либо это быстрая какая-то кухня, либо кафе, либо готовая еда. Это классно именно, когда дети это объединяют. Полтора часа работы прошли на одном дыхании. В движении, с шутками и хорошим настроением. Работая в таком ритме, Анастасии Колупанович удалось подарить малышам главное – ощущение прихода праздника, его приятную домашнюю суету. Теперь смастерить таких маленьких символов Пасхи они смогут дома, вместе с родителями, за большим семейным столом. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова